Дорогие друзья, перед тем, как ролик начнется, это уже скоро, я хотела бы с вами поделиться прекрасной новостью. В своей онлайн-школе numberoneschool.ru я запустила Light Club. Это онлайн в Zoom, встреча два раза в месяц со всеми подписчиками этого Light Club. Мы обсуждаем ключевые события на российском и международных финансовых рынках. Я даю свои комментарии, пояснения, ну и, конечно же, я отвечаю на все ваши вопросы, которые вы будете в ходе эфира мне задавать. Плюс ко всему, периодически в рамках Light Club я провожу тематические эфиры. Ну, например, американский рынок, дивиденды, аристократы и так далее, и так далее. Эти тематические эфиры проходят по вашим заявкам, если вы член Light Club. О том, как в него вступить, вы узнаете из ссылочки в описании. Ну, а теперь переходим к ролику. Друзья, привет! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам numberoneschool.ru. Вы меня очень часто спрашиваете, Наталья, если у меня есть зарубежный счет, банковский, брокерский и так далее, то что я должен таки сказать, о чем я должен уведомить наше государство, чтобы не столкнуться со штрафами? А если я вот этого всего не сделаю, то, в общем-то, с какими штрафами я могу столкнуться? Специально для вас, дорогие подписчики, я подготовила этот ролик, который связан с тем, какая отчетность вам грозит, если вы имеете счет за рубежом. Итак, первое и основное. Если вы резидент Российской Федерации, вы имеете абсолютное и полное право открывать счет в зарубежных банках, брокерских компаниях и так далее, и так далее. Это у нас указано в части 1 статьи 12 Федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. Естественно, есть исключения, когда вы этого делать не можете, это если вы госслужащий с максимально жесткими ограничениями. Но в остальных случаях, пожалуйста, вы имеете право открывать счета за рубежом без проблем. Теперь, какие обязанности это за собой влечет? Итак, первая обязанность это не позже, чем в течение одного месяца с датой открытия этого счета уведомить налоговую о том, что у вас этот счет открыт. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру, это понятно. Это у нас указано в части 2 статьи 12 тоже ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. Я буду сверяться с пометками, чтобы давать ссылку на соответствующий пункт законодательства. Что будет, если вы этого не сделаете? Это указано тоже, соответственно, но только уже в другом законе. Это Кодекс об административных правонарушениях КОАП Российской Федерации, часть 2, статья 15.25. Если вы уведомили налоговую о том, что у вас открыт счет, но просто позже, чем через месяц, но все-таки вы это сделали, то вам грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей. Если налоговая вас первая об этом уведомила, что у вас есть счет, и она не получила от вас этого уведомления, то есть если вы вообще налоговую не уведомляли, она первая узнала о том, что у вас этот счет есть, то вам грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Это первая обязанность. Просто сообщите о том, что у вас этот счет есть в течение одного месяца с даты его открытия. Вторая обязанность. И ежегодно до 1 июня следующего года за отчетный, то есть край 31 мая, вы должны подавать в налоговый отчет о движении денежных средств и иных активов по этому зарубежному счету. Соответственно, если вы этого не сделаете, чем это вам грозит? Это указано в части 6 статьи 15.25 КОАП РФ. Если вы не подали этот отчет в установленном порядке, то вам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если вы это делаете неоднократно, то за каждый последующий год, когда вы это, опять же, нарушаете, вам грозит штраф до 20 тысяч рублей. Отдельно у нас предусмотрено частью 6.5 статьи 15.25 КОАП РФ штраф за не вовремя поданный отчет. Опять же, установлено на это до 3 тысяч рублей. Поэтому вторая обязанность ежегодно до 1 июня подавать отчет о движении денежных средств и иных активов по своему зарубежному счету. Край – это, соответственно, 31 мая, когда нужно подать. Штраф, соответственно, либо 3 тысячи, если вы это сделали впервые, либо, если вы систематически это не делаете, штраф до 20 тысяч рублей за каждый последующий год. И последнее, но не по значению. Поскольку у вас счет за рубежом, то, соответственно, зарубежный банк или зарубежный брокер не являются налоговыми агентами Российской Федерации. И поэтому на вас накладывается обязанность в обязательном порядке самостоятельно подавать налоговую декларацию, считать и уплачивать налог по доходам, которые вы получили от зарубежных источников. И если вы не подаете налоговую декларацию, а ее нужно подавать до 30 апреля следующего года, то у нас статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен следующий штраф. 5% за каждый месяц просрочки, но не более 30% от суммы налога к уплате и налога по этой самой декларации. И второй момент. Вы должны не только подать декларацию, но и до 15 июля должны заплатить обязательно налог. Налог на доходы физических лиц. И если вы не платите налог, то у вас еще штраф за неуплату налога. Это 20% от суммы налога к уплате, либо 40%, если будет доказано, что это сделано умышленно. Ну а если вы не заплатили в особо крупных размерах, то это уже уголовная ответственность в соответствии со статьей 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что такое особо крупный размер, нужно смотреть в соответствии с действующим законодательством на момент, когда вы его нарушили. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть зарубежный счет, то вы должны в течение месяца отчитаться о нем в налоговую ежегодно до 1 июня, то есть край 31 мая, подавать отчет о движении денежных средств и иных активов по этому счету. И если у вас на этом счете генерятся доходы, с которых нужно уплатить налог, вам нужно до 30 апреля включительно подавать декларацию и до 15 июля уплачивать налог в соответствии с этой декларацией. Если вы работаете через российского профучастника и инвестируете в какие-то иностранные активы, то я напомню, что на вас лежит ответственность по уплате налога на дивиденды от иностранных ценных бумаг, акций, инвестиционных фондов. И в данном случае вам не нужно, естественно, уведомлять налоговую об открытии счета у российского брокера или в российском банке, вам не нужно подавать отчетность о движении денежно-средственных активов, но вам нужно будет подавать декларацию и уплачивать налог, но только в отношении дивидендов. Поэтому блок по отчетности перед налогом в части декларации уплаты налогов именно в отношении дивидендов от иностранных бумаг к вам тоже будет относиться. Друзья, ссылки на все эти статьи, которые я упоминаю в ролике, я оставляю в комментариях. К нему можете посмотреть, зайти и удостовериться, что все действительно так. Как мы с вами видим, в общем-то все не так уж и страшно, но я рекомендую вам не нарушать законы и все делать так, как указано в нашем налоговом кодексе Российской Федерации и в ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле, чтобы штрафы не омрачили финансовый результат от ваших инвестиций. Если этот ролик показался вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей финансового рынка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!